Валерий 15 лет следит за состоянием снегоуборочной техники и готовит ее к зиме. Но случаи бывают разные, когда даже проверенные КАМАЗы выходят из строя. Для этого есть резерв и оперативный ремонт. Где-то шланг лопнул, где-то что-то, это меняется в течение 10-15 минут. И машина выходит на линию. Прошлый год был снежным с резкими перепадами температуры. Что готовит эта зима, предугадать невозможно. Поэтому готовятся к ней заранее. Переоборудуют технику, заготавливают противогололедный материал. К 1 ноября город будет во всеоружии. Корректируются маршруты, плюс своей техники, конечно, не хватает на вывоз снега. Плюс есть маршрут, который отрабатываем наемным транспортом. Поэтому будем привлекать дополнительную технику. Обязательное условие – это навигационное оборудование для того, чтобы был контроль, как происходит уборка в городе. Что важно зимой, так это пескосоляная смесь, которая не даст поскользнуться или забуксовать. Ее готовят с запасом – 35 тысяч кубов. Для такого объема приобрели специальные весы. Нам они нужны для того, чтобы мы фиксировали объем завезенного противогололедного материала. Также это будет удобно для расчета объемов по внесению противогололедного материала в наши машины, которые будут выезжать на внесение ПГМ. Мы будем фиксировать точное количество. Две смены рабочих укомплектованы. Это 300 человек. Но на случай снежных метелей и бурь будет нужна третья смена. Набор в нее продолжается. Екатерина Скляренко, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.